Дроны под запретом. Американские военные обязали все службы сбивать беспилотники, замеченные возле военных баз. Почему решили действовать так жестко и чего именно опасаются, узнаем от Дмитрия Анопченко. Он в Вашингтоне. Дроны буквально заполонили небо над Америкой. По подсчетам Федеральной Авиаадминистрации, их уже сейчас свыше 40 тысяч. А через 4-5 лет будет в 10 раз больше, полмиллиона. Небольшие беспилотники запускают и коммерческие компании, доставляют грузы по небу быстрее и обычные американцы. Многим хочется полетать над городом, рассмотрев его с высоты птичьего полета. Вот только силовики обеспокоены. Сначала они полностью закрыли небо над столицей, после того, как дрон упал на лужайку Белого дома. Запретная зона 30 миль над Вашингтоном. Ну а сейчас свое слово сказали военные. Пентагон разослал указания. Разрешено сбивать любые беспилотники, которые подлетают к военным базам и аэродромам. Пресс-секретарь Пентагона Джефф Дэвис сообщил, их полномочия и раньше позволяли отслеживать, конфисковывать или даже уничтожать беспилотники. Но теперь вынуждены закручивать гайки. Поскольку в небе столько всего неопознанного, что и уследить сложно. А в прессе пишут, мол, есть опасения, что русские под видом туристов могут летать над стратегическими объектами. Потому что вблизи военных баз беспилотники замечали довольно часто. И пойди разберись, это радиолюбитель не туда залетел или кто-то специально дрон в этот район направил. Но есть еще одна опасность. Беспилотники сейчас становятся все более мощными. И многие опасаются, что, к примеру, сторонники ИГИЛ могут прикрепить к планеру взрывчатку и послать его к цели. Но бум уже не остановить. Онлайн-магазинам выдали официальные разрешения доставлять заказы по воздуху. Многие уже запустили небесный сервис, рассчитывая когда-нибудь вообще от услуг почты отказаться. И все, что остается государству, это присваивать дроном номера, как автомашинам. И просить авиалюбителей сдавать на права, чтобы их гаджеты не залетали туда, куда не нужно. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер.